Музыка Снега уже сколько нагребли Так Вот такое утро, здравствуйте, мои дорогие Холодно, но красиво Нам надо... А я думаю, что Ксиоми Наверно... В Родине 6 стоит Ксиоми, но тут, если кто-то побольше кормит Ксиоми 64 ГГц Камера 12,5 ГГц Камера 12,5 ГГц Камера 12,5 ГГц Цветают в разный Они как-то такое Качалось, что ли? Да Чехол устроен Покупаем телефон Мы вас поснимаем немножко, бабушка у нас бложит Вот Ничего Вот И Такой вариант Ну и Бампера Вот Это книжки Бампера Однозначно А есть какие-то Цветы Более Харика Ну Тоже все Ксиоми У меня Ксиоми Ты же знаешь, я в них ничего не понимаю Надежные и четкие, по цене и внутри все, что, грубо говоря, есть в Самсунге за 20 тысяч Работать не было За Здесь Кси Кси А у других никаких вообще Да 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 Голубь Тебя Кси 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 Дырка Голубь Андрей Day Голубь Иной раз отреть не можешь никак, ну не хочешь, то все. Какой телефон у тебя сиротский? Сиротский. Сиротский, да. А камера есть? Вот надо было с чего начать. Я даже ни разу ничего не снимала. Я думаю, что там наверно только фотографии делать для контактов, для заставок. Скорее всего, так. Так, 10, 920 минут пишет. Так. 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 Берем это, не делай покалом. Черт. Говорит на поле. Хорошо. Не делай прокатку. Да. Спасибо. Это не Кат boss. Спасибо большое. Сниму магазин. Вот он магазин СОТОВИК. Костя всегда тут телефоны покупает. И очень доволен, собственно. Чудо. Смотри, что там за симка внутри. А как он выключается? Типа держишь, выключается или что? А, снять блокировку и всё. Мой родной, зелёненький. Нет, ты можешь его оставить в принципе. Посмотри, а у тебя две симки тут какая? Крымская и Нурманская. Крымская, не знаю там. Тут красная МТС. А, вот это да, это крымская. Оно нужно тебе? Конечно нужно. Мне же звонят люди. Да? На крымскую симку? Да. 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 Крымская симка ушла в небытие. Так. Упала. Сейчас найдём. Подожди. Куда там? На головщилке зайти. Сейчас подожди. Здесь. Здесь. Одна симка. Сейчас посмотрим вторая. Будет там. Большая она или маленькая. Если маленькая, то она не влезет. Нет, здесь варианты есть, кстати. Так. Большая такая. И личные грязи. И личные грязи. Привет ещё раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так. Где у ребят? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чуть-чуть кофейку. Сейчас я там запущу процесс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так. Сегодня крещение. А народ работает. Хоть и суббота. Хоть и праздник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такая штуковина у меня есть на работе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот. Но я могу тебе заверить, что практика покажет, что это нереал. Поэтому я, честно говоря... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Честно говоря, и взял этот обычный, грубо говоря, селфик с такими треногами. Селфи-палку. Потому что, ну, я все-таки считаю, что надо искать возможность... Искать возможность в будущем вот этот монопод сразу с камерой. Он будет с маленькой ручкой, с треногой и так далее. Вот. Он будет легче. Может быть в будущем. Но, опять же, это надо, ну, мониторить. Телефон мы поставили. Так, а как он включается? А вот он как включается. Вот так как-то это происходит. Опа. Нифига себе. Вот. И мы, получается... Так, а где у нас тут кнопочка-то? Мы его включаем. Включаем камеру. Вот камера. Вот, и получается, что видишь, ты его, ну, наклоняешь, а он держится. Угу. И там есть функции, чтобы он за тобой медленно шел. Ну, как бы прокручивался. Ну, в таком духе. Вот так раз, делаешь. А он держит, видишь, это как его... Ну, как... То есть... Нет, понятно все, но в руках таскать. Ну, тяжеленная штука. А попробуй вообще, чё, как-то с телефоном. Ну, мне кажется, это тот случай, когда тебе точно придется его прятать. Куда-то в магазине скажут. Просто первый канал приехал. Россия-24. Скандальные расследования. Ха-ха. Да. Ну, вот, короче, такая фигня. Я думаю, что это не вариант. Это нам для съемки, там, для... Ну, для наших всяких делов. Оно актуально, там, для каких-то там объектов что-то снимать. Что-то как-то... Ну, да. Так что вот так. Так круто, конечно, но это... Не для жизни простой. Ну, тяжелый, элементарный даже просто. Но он еще, знаешь, кайфич, он подзаряжает телефон. Вот это удобство. То есть здесь через не... Через эту... Через беспроводную зарядку он подзаряжает. Провод можно, по-моему, сюда подключить, если нет. Ну, короче говоря, не твой вариант. Поэтому... Нет. В принципе, решение верное. Ну, с телефоном надо попробовать. Я надеюсь, что как-то приживется этот... Твой держатель. А может быть, даже, знаешь, и на руках как-то тебе будет удобнее. Надо смотреть, как оно будет. Да? Угу. Ладно. Будем дерзать. Сейчас будем настраивать все. У нас сегодня видео, посвященное новому телефону и всяким технологиям, с которыми я не знакома. Ну, потихоньку. Что делать? Что делать? Что делать? Сим-карту. Или кто-то расскажет. Где-то есть какая-то история. Включилась, думаю, да? Включаем. Так. Значит, мы с телефона вот дергаем эту штуку. Здесь мы получаем, получается, доступ вот к такой сим-карте малюсенькой. Вот такая. Ой. Вот такая. Пишу внутренние части. Но. 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 Дело в том, что. Дело в том, что крымская симка. Крымская симка. Она вообще не тех размеров. То есть, она таких размеров, телефоны которых уже не выпускают. То есть, она большая. Это крыль детка. Да. А здесь малюсенькая. Получается, что если бы она была супер большая, можно было бы вырезать ее вот, ну, вот. Вот такой, вырезать ножницами. А здесь уже внутри плата. Тут уже, ну, получается, что вырезать ее нельзя. Я думаю, что мы... Ну, у тебя много там контактов? Ну, есть. Ну, много. Сто, двести. Да, ну, какие сто? Я думаю, что надо взять телефон. Будет зеленый. Зафигачить туда эту симку. Да. Потому что, видите? Лена. И, как минимум, вручную, вручном режиме переколотить тебе все эти. Короче, с симкой не получилось. Симка не пойдет. Так. Я думаю на своем положении. Думаю. 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 Ладно, вы тут занимаетесь я бы. Так. Куда я его? Наверное, в машине что-то? Наверное, в машине он остался, да. Ну, короче говоря, надо будет сесть, засунуть туда синку и то обратно. Можно сесть, открыть контакты, переручечкой переписать. Потому что вариантов у других просто нет. А симку здесь не поменяешь. То есть, это же, это же, это ваша... Крымская симка. Ну, я так полагаю. Наверное, нельзя. Ее же надо как-то перепрограммировать там или еще как-то. Короче, как-то это делается. Ключик. И Сашке надо звонить. Выяснять пароль явки. Пароль явки. В принципе, все. Ну что, матерь моя. У нас тоже начинается на работе. Канал, работа канала. Единственное, что это не мой канал. Ну, есть компания канал там, да. Он и был, в принципе, всегда. Так, ты оставляешь это. Те нужно, наверное, в карман, да? Да. Зарядку. Зарядку тебе замотай, чтобы она у тебя была. Здесь потом ее где-нибудь положишь. Не будешь разбираться. Вот. Канал, короче говоря. Там будет несколько хедлайнеров, так сказать. Разорядку вообще отдельно положи. Коробку отдельно положи, чтобы не забыть. Потому что сумку закинь. Будут хедлайнеры. Там человек 5-6, значит, лидеры этого всего хозяйства. Среди них, конечно же, я. Вот. Леша Крупин, Васин Костя. Магентов несколько человек. Вот. Уже есть первые ролики определенные. Короче, есть такой интерес. Ну, наверное, что-то YouTube рулит, да, в последние годы? Да. Особенно я на своем личном примере. Уже на кухне. На кухне телевизор. Что ты... А, что ты хочешь? Лиц не видно. Да? Надо вот так сделать. Думаю. Думаешь? Чуть-чуть повыше? Угу. Ну, маленький. А можно, кстати, попробовать на телефон поснимать. Да, попробуй. Давай. Давай. Угу. Короче говоря, на кухне у нас стоял, висел старый телик. Он был раньше, работал от антенны, но мы переподключились на кабельные, и, короче, эта антенна стала неактуальной. Ну, к нему можно было протянуть интернет, а он не интернетный телик. Короче, он так и все, и мы его не смотрели, что-то долго. Ну, и я купил приставку. Кстати, это тоже сиомикскую приставку, так же, как этот телефон сиомик. Приставку, значит, в ней приложение, Иви, там, Ютуб, и всякие такие дела. Она ловит интернет, и, значит, через интернет, значит, с помощью телевизора ты получаешь доступ к приложениям, открываешь Ютуб, и все. Ну, в этом Ютубе и там подписки, там Орел и Решки, там, ничего там только нету. Новости надо, вопросов нет, они, там, какие-то недельные всякие, там, не знаю, всякая чепуха, там, по субботам, по воскресеньям. У нас новости, там, открыл где-то, там, на России 24, еще что-то, большие какие-то выпуски посмотрел. Если вдруг, там, заскучала ситуация в стране и в мире. Вот. И реально как-то, ну, понимаешь, что телевизор не нужен. Дети все на каналах сидят, малыши смотрят свои какие-то у них, там интересы к мультикам, свои каналы. Самые Саши маленькие смешарики, малышарики, фиксики. То есть это вот все. В принципе, телевизор как таковой, в общем-то, не нужен. Все новости, вот, телефон утром встал, за чаем кофе посидел, почитал новости, все основные, выбрал себе источники, какие-то там новостные сайты, которым ты доверяешь, которые более для тебя подходят. Посмотрел, почитал, все, кофе, пошел на работу. И любую передачу можно посмотреть. Ну, да, и по существу, вот сейчас вот мы, грубо говоря, на Ростелекоме у нас подключено там какой-то, ну, базовый плюс там какой-то канал, 900 рублей это стоит в месяц. Не очень понятно, за что. То есть мы реально телевизор технически, вот так, чтобы телек включить, мы его не включаем. То есть он нам не нужен. Фильмы все, уже, кстати, вспоминая фильмы, темы фильмов, раньше мы на торрентах, а, не на торрентах, сперва были проигрыватели. Мы покупали диски. Да. Диски мы покупали. Сперва, мы же сперва были проигрыватели. Ты понимаешь? Вчерашний день какой. Вчера были проигрыватели, потом, сегодня были, так сказать, все скачивания торрента и так далее. Нарезание этих на диски, когда, значит, нарезали на диски. Потом стали смотреть с флешки, когда проигрыватель стал принимать флешку. Потом перестали скачивать, потому что переводы стрёмные, качество не очень, появились приложения. Ну и, в принципе, ты сел, вышел свежий фильм, сел семьей, заплатил 200 рублей. Ну, все, сидишь, короче, смотришь, кайфовым качествам, с нормальным переводом. Посмотрели, это как, ну, типа, давай скачаем, давай посмотрим. Сели и, значит, в семейном кругу, так сказать, посмотрели какой-то интересный фильм, который тебе интересен. Так, в принципе, мы пошли в кино. Ну, в кино ты отдал по 200 рублей за билет, по 300 за шестерых там, ну, плюс попкорн и все остальное. Тут как-то купил за 300 рублей. И, короче говоря, да, ютуб в каком-то смысле все учебные моменты какие-то, где-то квалификацию подтянуть, где-то что-то взял, подписался, проплатил, на крайний случай, там, да, какие-то спецматериалы, чтобы не вылетать в Москву, еще что-то. Ну, ютуб ютубом, есть всякие онлайн-вебинары, там, какие-то участия в тренингах, прям, активные, при том, через интернет. Ну, короче, кайф. И тут, в плане телевидения, конечно, все ушло в прошлое. Ну, причем сейчас они на телевидении прекрасно это понимают, что блогерство – это конкуренция огромная. Лебаша Саранча ездила, жена, передачу ее приглашали, мужское, женское, с картоном. Угу, угу. А представляешь, что будет лет через пять? И вообще отношение вот такое к блогерству в какой-то след, в какой-то серии, ну, то есть всегда стараются как-то уколоть. Вот все хотят, а блогеры никто не хочет работать. Такое проскакивает прям. Как будто это не работа. Еще какая работа. Люди почему-то считают, что это такое развлечение. Но все равно, в то же время, я вот смотрю, Юра Папа или Юра Пипа, как он там называется? Финский парень. Финский парень, который скорее не живет. Ну, вот он там работает на бетонном заводе. Ну, классный блог, он молодец, очень интересно. И у него очень много там за 200 тысяч подписчиков и просмотров на каждом ролике. Там очень быстро набирается в сутки. Видно, что популярность высокая. В принципе, мы его и сами смотрим. Я также на него подписан. Это реально интересно. Но в то же время, с точки зрения монетизации, понятие работа, заработать. Я думаю, что когда ты выходишь за миллион подписчиков и выше, тогда что-то там появляется. Нет, это все понятно. Но это на самом деле, я почему говорю, что даже при наличии 200 тысяч подписчиков или 100 тысяч подписчиков, норма какая-то прибыли отсутствует. То есть, там нет интереса взять его же. Он делает какие-то поездки, путешествия. Притом, это не как Орел и Решка, где там они билеты, полеты. Это он там купил в Финляндии машину, поехал в Северную Финляндию. То есть, в принципе, в пределах своей страны что-то катнулся. Но это расходы, это бензин. Ты посмотри, сколько просмотров. Там какая монетизация. Конечно, смотря откуда смотрят. Это известно, что с России подешевле. В Крыму-то вообще, я так понимаю, выбрала аудиторию крымскую. Она вообще не дает там нифига. Потому что просмотры с Крыма, они дешевле, чем российские. Точно не знаю, но они дешевле. Я так говорю даже не про какие-то монетизации. Это работа. Вот ты утром просыпаешься, и у тебя о чем мысли? Что снять, как чего. И это целый день до ночи, пока спать не легла. Это просто работа. Ты постоянно об этом думаешь. Но хотя в то же время тоже хорошо. Какое-то общение. Да даже то, что голова чем-то забита. И общение, получается, так же, как тебя подписчик слушает, смотрит, он общается с тобой. Может где-то через комментарии до тебя достучаться. И в твоем случае очень важный момент. Да. Ты на комментарии отвечаешь. То есть, чем больше подписчиков, чем больше комментариев, тем, соответственно, больше работы, больше съемок, больше монтажа каких-то заморочек. И меньше возможности ответить на комментарии. В твоем случае, когда подписчиков не очень много, ну, их не мало, но это немного комментариев. Не, ну, я так стараюсь хотя бы. Комментариев всегда можно ответить. Где-то что-то и какую-то тему развить. Ты видишь эти комментарии, можешь их услышать. Это очень важно. Поэтому, может быть, отсюда и есть популярность и постоянный приток людей новых. И это, конечно, классно. Но просмотры очень сильно упали. Просмотры упали. Ну, наверное, вопрос и твоего настроения. Правильно. Когда одна тоска, да? Да, в этих хлопотах, в тревогах с Алиной, с похоронами, 40 дней туда-сюда, это все как бы еще из головы не выходит. Поэтому, наверное, я думаю, что те, кто кому полюбилось, те не оставят. Это вопрос такой. Ой, да они вообще такие. Подождут, и здесь на спине ничего таскать не надо, просто подождать, дать возможность прийти в себя и как-то набраться. Потому что это же требует энергии, какого-то, не знаю, творческого вклада. Девчонки просто золотые. Ой, прям. Я так вот не реву, а начинаю комментарии читать, все обревусь. Все. Ой. Ну, это свойственно, мать. Ну, это. Ты человек уже, ты же сама говоришь, я очень неценна. Сейчас. И сентиментальное старое стало. И сентиментальное, мациональное, да, да, да. Так и должно быть. Так, ну что, сегодня настраиваем телефон. Делаем тебя, значит, Google пользователя телефонов. Я думаю, что хотя бы для начала реально скидывать, может быть, сразу же все записи на Google диск. Сашка их забирает, монтирует, собирает все это. И я не исключаю, что это будет проще. Надо попробовать все это настроить. Ну, и интернет надо узнать у Иры. Или сейчас, может быть, в интернете посмотреть, каким-то набором. Ну, узнать тариф. Набрать, как-то обычно так было. Ясно. Ну, и что, будем продолжать. Давай, сегодня еще много делов. А я бы, честно говоря, на публику прям объяснил бы всю историю с квартирой. Я просто в легком шоке. Ну, это отдельная тема. А я бы, честно говоря, на публику.